Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим цикл уроков, посвященных изучению поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Песни Прокупца Калашникова». Тема нашего сегодняшнего урока – «Михаил Юрьевич Лермонтов. Национальный русский характер в поэме «Песни Прокупца Калашникова». Сегодня на уроке, ребята, мы определим мотивы действия героев, дадим характеристику персонажам, выделяя их положительные и отрицательные качества. Определим и осмыслим основные нравственные проблемы поэмы. Дома, ребята, вы должны были выписать эпитеты, характеризующие главных героев. Давайте проверим, что вы выписали. Степан Парамонович Калашников – смелый купец, молодой купец, статный молодец, удалой боец, лихой боец, киребевич, удалой боец, добрый молодец, верный слуга, лукавый раб, злой охотник. Мы видим, ребята, что это совершенно два разных человека. Я вам предлагаю попробовать проанализировать героев поэм. В ходе обсуждения мы будем опираться на такие понятия, как нравственность, справедливость, общечеловеческие ценности, христианские ценности. Давайте посмотрим, что эти слова обозначают. Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил. Справедливость – это соответствие с правдой, с истиной, правильное, законное, честное основание. Общечеловеческие ценности – свойственные всему прогрессивному человечеству. Христианские ценности – основанные на заповедях Иисуса Христа. Критик Белинский, анализируя поэму, дал характеристику ее главным героям. Давайте послушаем отрывок из статьи «Критика» и определим, кого из основных персонажей поэмы он характеризует. Это один из тех упрогих и тяжелых характеров, которые тихи и кротки, только до тех пор, пока обстоятельства не расколыхают их. Одна из тех железных натур, которые и обиды не стерпят, и сдачи дадут. Есть души, лозунг которых все или ничего, которые не хотят запятанного блаженства, раз потемненные славы. Как вы думаете, кто это? Конечно же, это Калашников. Какая сильная, могучая натура! Ее страсть – лава, ее горесть – тяжелая, трудна. Вы видите, что любовь – не шуточное дело, непростое волокистое, но страсть натуры сильной, душемогучей. Вы понимаете, что для этого человека нет середины – или получить, или погибнуть. Как вы думаете, кто это? Конечно же, это Кирибеевич. А сейчас, ребята, мы поработаем над образами. И первый из вопросов, который хотела бы я вам задать – можно ли назвать поэтичной, настоящей, истинной любовь Кирибеевича? Конечно же, нет. Кирибеевич не считался с Божьим законом. Он преследует замужнюю, венчанную в церкви жену-ткубца Калашникова. Он не считается с тем, что он оскорбляет Алену Дмитриевну, что видят его преследования соседи. Он совершенно не заботится о честью любимой женщины. Как вы думаете, почему царь согласился помочь Кирибеевичу в отношениях с Аленой Дмитриевной? Царь не знал, что Алена Дмитриевна замужем, потому что Кирибеевич не сказал ему об этом. Как поступает Кирибеевич с молодой женщиной? Что позволило ему так себя вести? Почему он ничего не боится и никого не боится? За Кирибеевичем стоит царская власть, поэтому он ничего и никого не боится. А как ведется себя Калашников, узнав о случившемся? Калашников знает, кто такие опричники. Он знает об их защитнике, царе. Его очень рассердило, что власть пытается влезть и разрушить его личное пространство, его семью, его частную жизнь. Почему Калашников соглашается на смерть? Калашников выполнил долг перед семьей, защитив, отстояв ее честь ценой своей жизни. Теперь имя его семейства очищено от того позора, в который ее окунул царский приспешник, с позволения самого правителя. Купец Калашников ни за что бы не оставил без ответа позор всей своей семьи. Ребята, с каким чувством Гуслеры описывают смерть Кирибеевича? И почему? Возмездие, которое настигает опричника в бою с Калашниковым, конечно же, справедливо. Гуслеры и автор сожалеют о ранней гибели Кирибеевича, ценят, что он не просит пощады, а принимает смерть как должное. Давайте подытожим. Купец Калашников Купец Калашников руководствуется во всех своих поступках общечеловеческими, христианскими и нравственными принципами. Он глава семейства. Он должен думать и защищать свою семью, каждого члена своей семьи, никого не обижая. Степан Парамонович помнит об этом всегда и даже перед смертью. Он не хочет выносить на людей позор семьи и не стал об этом говорить. Лучше умереть, но защитить честное имя своей любимой жены. Калашников – пример самопожертвования во имя родных. Он пример для подражения. Опричник Кирибеевич. Он идет против закона и порядка. Он полюбил замужнюю женщину. Он чувствует свою абсолютную безнаказанность, слукавив перед своим хозяином и заручившись его поддержкой. Давайте с вами представим в виде таблицы характеристику героев в кулачном бою на Москве-реке и запишем ее в тетрадь. Степан Парамонович Калашников. Для него бой – это способ защитить семью. Кирибеевич же идет на бой для того, чтобы потешить царя нашего батюшку. Калашников одерживает победу. Он – русский богатырь. Отважный, мужественный, сильный духом. Он разговаривает с царем на равных и проявляет смелость в поведении с царем. Он признает свою зависимость от власти. От царя. Кирибеевич же высокомерен, привык быть первым. Все ему дается легко. Он – своевольный, поступающий по своей воле, по своему произволу. Избалован властью, покровительством царя. Возмездие, настигшее его, оно справедливо. Он не просит прощания и принимает смерть, как должен. Ребята, я предлагаю вам составить синквей по образам Калашникова и Кирибеевича. Для этого я вам хочу напомнить, как мы составляем синквей. Первая строчка – одно существительное. Вторая строчка – два прилагательных. Третья строчка – три глагола. Четвертая – предложение, основная мысль синквейна. И пятая строчка – одно существительное. Вывод. У меня получился вот такой синквей. Калашников – сильный, заботливый. Трудится, любит, прощает. Жену и семью защищает. Он – защитник. Кирибеевич – удалой, влюбленный. Побледнел, размахнулся, ударил. Попирает честь и справедливость. Он – опричник. Давайте теперь, ребята, определим тему и идею произведения. Тема – это защита чести и семьи. Своего имени от вседозволенности людей, имеющих власть. Идея произведения. Необходимо защищать свои честь и достоинства. Возможно, ценой собственной жизни. Нужно бороться за свою свободу. Иначе всегда найдется тот, кто сумеет ее отнять. Давайте, ребята, подведем итоги. В истокие времена опричины произволы беззакония были обычным делом. Простой народ боялся опричников. Знатные люди избегали с ними встречи. Калашников отстоял свою честь. Честь своей семьи. Конечно же, он поплатился за это собственной жизнью. И по приказу царя пошел на плаху за сознательное убийство его верного слуги. Положительным может считаться только тот герой, ребята, который руководствуется в словах и поступках такими понятиями, как нравственность, как справедливость, общечеловеческие и христианские ценности. Дома, ребята, дайте развернутый ответ на следующий вопрос. Кто одерживает нравственную победу в этом поединке? На этом, ребята, наш урок закончен. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok